Друзья, всем привет! Меня зовут Маргарита Шипила и вы находитесь на канале Секреты MLM бизнеса. Здесь я показываю, как я зарабатываю в интернете, какими пользуюсь возможностями и также дополнительно показываю некоторые полезные фишки, которые также использую сама. И хочу показать их вам, чтобы возможно вам они тоже были полезны. Сегодня мы с вами разберем такую тему, как Stories ВКонтакте. До некоторого времени я пользовалась Stories только через телефон. Но так как я большую часть времени провожу за компьютером, за ноутбуком, соответственно мне удобнее было бы дополнять Stories через компьютер. Поэтому я узнала такую интересную функцию и сейчас хочу с вами ею поделиться. Смотрите, как нужно добавлять Stories с компьютера, изображения и видео. Вы на своей страничке прокручиваете ленту в самый низ, нажимаете разработчиком, здесь кликаете документация, дальше страничку также крутите в самый низ, список методов. И вот здесь вот в этом длинном списке ищите слово Stories. Нужно страничку в самый низ практически тоже прокрутить. Вот это слово Stories. Дальше нажимаете загрузки истории с фотографией, опять прокручиваете ленту ниже-ниже и открываете вот эту формочку. Здесь обязательно ставите галочку. А вот здесь вам нужно вписать ID вашей странички. ID странички берется, сейчас я вам покажу где. Вообще ID находится вот здесь, в браузерной строке. Если вы ранее изменили свою ссылку и у вас сейчас здесь какое-то слово, тогда вам нужно просто зайти в фотографии. И вот здесь цифры, это и есть ваши ID. То есть вы копируете эти цифры. И вот здесь форму в первое поле вставляете. Дальше кликаете кнопочку выполнить. Вам откроется место для загрузки. Вы кликаете на выбрать файл. И на своем компьютере выбираете подходящий вариант картинки. Сразу хочу уточнить, что картинки сюда подойдут только вертикальные. То есть именно вот такого формата. Выбираете картинку. Все, когда у вас появляется вот такое поле с кодом, значит загрузка произошла. Все, теперь в принципе у вас фотография должна попасть в сториз. Давайте зайдем на страничку и проверим. Да, вот у меня стало две истории. Кликаем. Да, теперь смотрите. Видите, да, что формат картинки не подошел именно для сториз. Поэтому эту картинку я сейчас удалю и загружу новую картинку. Но вы имейте в виду, что лучше выбирать формат картинок, которые именно для сториз подходят. Которые узенькие такие. То есть только такой план картинки может сюда подойти. Здесь вот у меня, я добавила ради эксперимента, так как тренируюсь, вот такую картинку смешную. То есть сюда, видите, сразу все попадает. А сюда нет. Значит, когда будете подбирать картинки, сразу определяйтесь, какой формат вам добавить, чтобы ваша информация была видна. Следующий момент. Также в сториз можно добавлять и видео. Сейчас давайте с вами это сделаем. Я еще не добавляла видео, сейчас проверим, как это делается. Точно так же проходим во вкладку разработчики. Кликаем на документацию. Здесь в списке ищем список методов. Здесь ищем сториз. Кликаем здесь. Истории с фотографиями. И ищем слово вот такое. Get video upload server. Кликаем на него. Прокручиваем страничку вниз. Ставим галочку. И здесь точно так же ставим ID странички своей. Кликаем выполнить. У нас открывается опять же кнопочка для загрузки файлов. Кликаем на файл выбрать. И у себя точно так же на компьютере берем файл видео. Тут снова хочу уточнить, что видео можно загружать только вертикальные и не более 15 секунд. Поэтому, когда будете загружать, обращайте на это внимание. Сейчас я с вами прямо поищу какое-нибудь вертикальное, коротенькое видео. Допустим, вот такое. Ждем, когда подгрузится. Видео немножко подольше будет загружаться. Поэтому ничего страшного. Все. Вот смотрите. Загрузилось. Если у вас вот здесь получается, вместо вот этого кода вы видите, там допустим написано error, ну то есть что-то пошло не так. Вы просто кликаете снова на кнопочку выполнить и по новой загружаете файл. Все. У меня файл загрузился. Сейчас мы с вами зайдем на страничку и проверим. Обновить страничку. Да, все. Вот у меня три истории. Нажимаем проверить. Все. Stories тоже загрузилась. Видите, она двигается. То есть это как анимация. Картинка анимации, она как видео, ее как видео можно загрузить. Все. Здесь все двигается, все шевелится. Очень все прекрасно. Друзья, на самом деле для меня эта функция, о которой я сейчас узнала, о фишке, она для меня очень полезна. Потому что я давно хотела уже узнать такой метод, чтобы добавлять в Stories именно с компьютера. И вот мне, как говорится, вселенная пошла мне навстречу и дала мне такую возможность. Поэтому, если вам это тоже было полезно, ставьте обязательно лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Потому что я буду точно так же дальше выкладывать какие-то полезняшки. Если у вас еще какие-то вопросы остались, пишите в комментариях. Постараюсь в ближайшее время ответить. С вами была сегодня Маргарита. Всем желаю добра, здоровья и процветания. Продолжение следует...